Марина и Миколай Дамаскановы в минулом году выховывали четверых детей. Все лето дружную семью пополнили еще двое. Актуальным стало питание поляпшения жильевых умов. Будовниство коттеджа для Дамаскановых распоршалось в Ужнивне. Огульная площадь дома омаль 200 квадратных метров. Будинок обсталеванный системой видеоназирания. У доме есть необходимая мебель и техника. У нас, конечно, радость, что у нас такой большой дом, такие уютные комнаты, такое все красивое. И мы, конечно, рады такому подарку до губернатора, что нам так его сделали. В алтольной домашней обстановке маленькие новоселы разглядают отриманные от гостей подарунки. Тут и цацкий, и веолизный выбор присмаков. Олеголовное, что дети, яких неколи покинули родные батьки, отримали самый долгод шаканный подарунок – новый дом, где они будут жить у атмосферы семейного тепла и радости. Мы приходили в этот дом, мы видели, как здесь лестницу строят. И обои оклеили. Мы пришли в зал, тут было красиво. Мы когда переезжали сюда вчера, нам папа сказал, что мы будем смотреть телевизор. Мы его включили и смотрели. Здесь хорошо. Котик есть. Комнаты хорошие. На Гомельшине зараз функционуют больше, как 40 детячих домов семейного типа. У них проживают каля 300 неполнолетних. Такая форма выхования набывая все большее расповсюдживание в регионе. Мне очень приятно тоже отметить, что если в Гомельской области детей, которые остались без родителей, немногим более 4 тысяч, то 80% этих детей находятся именно в таких семьях, воспитываются, адаптируются к тем условиям, которые сегодня необходимы для человека. И, поверьте, анализируя ситуацию, мы видим, что это будущее. Мы должны выйти на 100%. И эти дети спокойно уходят в жизнь и живут, как обычные дети в нормальной, обычной семье. Новогодний бой курантов до Маскановы сустренуть разом за одним столом. И весь 2017-й этот великий дом будет наполнен тепленью, радостью и гушным детячим смехом. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель, Шашерску.